И очевидец событий, которые обсуждались и делались, я принимал в этом непосредственное участие. И я могу сказать, что прикажущейся инициатором судебного разбирательства была группа компаний Skyway и лично Анатолий Дуарчевский и Денис Анатольевич, то есть сын Анатолий Дуарчев, как человек, который именно занимается ведением всего фотоархива, который ведет историю всей компании. То есть активно на него возлагаются эти обязанности. И именно группе компаний Дубатовки и еще одного нашего бывшего партнера, нашего, это Виктора Узлова. Все они были свидетелями против Юницкого на этом судебном заседании. И здесь, друзья, могу сказать, что вот это мое личное мнение, почему я принимал в этом и участие и смотрел, так сказать, с нескольких взглядов со стороны. Я все-таки не участником был дела, я просто как свидетель, именно как очевидец этих событий, которые показывались о том, что утверждение Дубатовки и Узлова о том, что Юницкий не создавал технологию в озерах. Для меня это, друзья, выглядело несколько не то что странным, а несколько диким. И просто такого наглого цинизма и такого откровенной лжи я просто не слышал уже давно, когда привели шесть свидетелей, которые никогда никого не видели, никогда не видели. Меня не могли узнать, что я там на полигоне был там Юницкого, не каждый из них в глаза видел, зато они там очень многие свидетели, лже свидетельствовали там по определенным вещам. То есть это откровенный был такой постановочный спектакль, причем, друзья, это Верховный суд, это Верховный судья. И я, честно говоря, сначала смотрелся на это как на театр абсурдов. Но я могу сказать, что за счет просто очень серьезного отношения судьи к делу, чтобы вы понимали, судебное разбирательство шло три дня подряд с 10 утра до 7 вечера каждый день. Это понедельник, вторник и среду. Я говорил, это уважительная причина, почему я не присутствовал на прошлых вебинарах с Алексеем. Так вот, и я могу сказать, друзья, свое личное мнение, что за счет высокопрофессионального деятельности судьи, который внял всем доводам, которые дала сторона, именно Skyway, он все приобщил дело, он изучил все самым таким настоятельным образом, он приобщил даже к делу документы, связанные с репортажами первых каналов, там с фотографией присутствия всех первых лиц, которые были и смотрели. Поэтому здесь вывод, который, конечно, признал сторону о том, что слова наших оппонентов не соответствуют действительности, о том, что Юницкий подтверждает все, что о чем говорит, и он является автором технологии, создателем именно полигона Озерок. Вот есть еще ряд таких менее значительных, но очень важных вещей. Ну это да, это как доказательство было представлено, что Дуботовка, вот он единственным, единственная связка его со всей технологией, это вот эта фотография, где он стоит рядом с Юницким. На то, что эта фотография является в ряде тысяч фотографий, которые есть даже на этой пленке, которую представлено в суде, там есть 36 кадров, на которых каждый есть Юницкий, и только на одном он вместе с Дуботовкой, а Дуботовка утверждает, что это его. Ну понимаете, я уже сказал, что отношение к этой лжи и к этому цинизму, я даже не хочу выражать это просто мелкого пошиба жулики. Вот, но здесь, друзья, другой подход очень важный был, это подход и отношение Верховного Судьи. И Верховный Судья здесь в данном случае отработал настолько профессионально, он создал дело, приобщил дело, и сегодня в протоколе, а там материалы дела это более там 2 тома по 400 страниц, вот, там приобщено все, и это как раз создание, друзья, почему очень серьезно к этому подошел Анатолий Эдуардович, вся команда, которые, там были юристы, сотрудники, которые участвовали в то время именно в строительстве этого полигона. Так вот, друзья, это сейчас начало формирования большой работы, и сегодня уже никто не может бездоказательно сказать, что Юницкий или СТК Юницкого, или то, что делалось, это не им принадлежит, и мы с вами, друзья, почему Юницкий уделяет этому такое большое значение, потому что, друзья, это защита нашей с вами интеллектуальной собственности, это защита нашей с вами активов, которые мы сегодня создаем, потому что сколько еще возникнет такого рода жуликов, прихлебателей, или просто желающих отобрать, так вот, сегодня уже можно сказать, что сделан первый шаг, это победа в Верховном суде Белоруссии, которая обязала этих жуликов на своем сайте дать опровержение о том, что этой фотографией не является, правда, и в течение полугода, это решение суда, чтобы в течение полугода описательный текст действительно того, что происходило, находился на этом сайте. Это, друзья, ну там еще кое-какие материальные на них, все-таки затраты были, юристы там, так далее, так далее, но это уже, друзья, мелочи по сравнению с тем, что основная задача, которая сегодня ставится, это чтобы ни у кого даже не возникало сомнений по поводу того, кто является автором технологии, потому что для нас, друзья, это основа актива, кто строил полигон в озерах, кто являлся его заказчиком, генеральным директором и генеральным конструктором, и кто сегодня строит в Марьиной Горке, потому что еще раз, друзья, я могу сказать, что юридической службе работы будет много, потому что деятелей таких будет находиться тоже много, и, знаете, я могу сказать, что про Виктора Узлова я его знаю давно, и здесь я просто свое личное мнение сейчас могу всем сказать, я давно не видел такого вранья и такого цинизма, когда человек приходит и перед верховным судьей, перед всеми, передо мной, которым сидел, мне с ним делить нечего, поэтому, так сказать, и он знает и мое отношение, и как мне делали, и когда вот так вот в глаза просто откровенно врать, вот здесь, друзья, я могу сказать, я давно такого не видел, вот, и если бы это вот не постановочная такая вещь, я бы считал, что это театр абсурдов. Но, тем не менее, все, друзья, встает на свои места, эти шесть свидетелей, которые там, якобы, там, один у нас, оказывается, убирал мусор на полигоне, и сейчас он лже свидетельствует против генерального конструктора. Но это тоже была очень интересная такая часть спектакля. Вот, ну, опять же, я говорю, друзья, это сейчас, чтобы вы к этому подходили, этот протокол, все решения будут сейчас и на нашем сайте вывесены, и на сайте наших, так называемых, бывших партнеров, которые обязаны будут правду показать. Друзья, самое главное, чтобы мы должны с вами понимать, это начало юридического доказательства и обоснования, что никто, кроме команды Юницкого и лично Юницкого, не может претендовать на эту интеллектуальную собственность. А мы, как люди, которые входят в эту команду, которые сегодня капитализируем и делаем, и работаем в этом направлении, я могу сказать, что я очень удовлетворен, что Верховный судья принял такое решение. Я был не очень удивлен, с каким скрупулезным, скажем так, вниманием он изучал каждый документ, каждый протокол. А та сторона представила, ну, там даже заключение каких-то институтов о том, что не Юницкий разработал технологию, струнную технологию Юницкого. Потом о том, что не Юницкий понимал, принимал золотую колесницу, и не он создавал струнные технологии Юницкого, за которую дали золотую колесницу, а почему-то я получал узлок, вот, и это было как претензия на авторство технологии. Но опять же, друзья, это все с точки зрения того, как лично обсуждать, это все мелочи. Самое главное, чтобы каждый понимал, что у нас есть серьезная юридическая служба, эта юридическая служба может добиваться результатов, и, соответственно, да, вот Алексей поставил фотографию, где Узлов вместе с Анатолием Дурачем получает золотую колесницу. Так вот, сейчас на основании этой фотографии, оказывается, на сайте Аджекса висит утверждение о том, что Узлов и Дуботовка являются авторами технологии, а не инженер Юницкий. Но опять же, друзья, это все, если в личностном плане, это все не имеет никакого значения, и это дело лично каждого. Но почему, друзья, мы сегодня уделяем столько времени, и почему я хочу именно эту мысль довести, чтобы вы ее четко понимали? Это начало защиты интеллектуальной собственности. И с такими жуликами, не с такими жуликами, с серьезными, которые будут претендовать или что-то делать, будет большая работа. Это очень серьезная профессиональная работа. И команда юристов будет расти так же, как команда инженеров, которые сегодня все более разрастаются и становятся профессиональными. Потому что защита интеллектуальной собственности, друзья, это часть нашего бизнеса. И мы сейчас четко всем заявляем и говорим, мы будем его защищать. Мы будем наказывать тех, кто будет претендовать на эту интеллектуальную собственность. И, соответственно, еще и правда есть такое понятие, что если у кого-то поднимается язык сказать или совесть сказать, что в озерах, кроме Веницкого, есть другой автор, но здесь я могу сказать, друзья, только не при мне такие слова произносите. Потому что изначально, я видел, как это все начиналось, изначально Анатолий Леонидович познакомился с Александром Ивановичем Лебедем, и это был толчок и старт. А дальше уже стали подключаться, подсоединяться, делать. И я, не знаю, я, наверное, там целовался и красил каждую гайку и каждое это все, что там делалось, потому что действительно на тот момент нам казалось, что, закончив этот испытательный стенд, у нас очередь будет стоять от озер и до Кремля, и мы, соответственно, будем продвигать эту технологию. Но, как видите, 15 лет прошло, через 15 лет мы опять закладывали нулевой километр, мы опять собирали команду, потому что время тогда еще не пришло. А сегодня чем, друзья, можно радикально сказать, изменилась ситуация? Время пришло. И время технологии Юницкого, и время шестого технологического уклада, и развития Скайвея, и развития Транснета, и становления компаний. И мы сейчас видим активное тому подтверждение. Поэтому хотелось бы несколько на этом уделить, чуть больше внимания, потому что мы где-то 2 или 3 недели назад обсуждали с вами вопросы, и я всю эту хронологию показывал, чтобы вы представляли. Именно в плане того, что шли уже тогда судебные разбирательства, мы готовились к большому количеству, ставьте литовских мошенниц, обязательно. Здесь, Евгений, я могу сказать, что с Литвой идет своя история, там тоже будет громкая история, но, друзья, чуть-чуть попозже. Все-таки воевать и делать на уровне премьеров, президентов, правящей партии, людей, которые собираются входить и возглавлять комиссию Евросоюза, там надо несколько поаккуратнее, поэтому все будет и возвращено, и все встанет на свои места, но, друзья, не сразу. Здесь тоже мы не сразу все подготовим, то есть надо было, видите, время, год, почти готовились, выбрали тактику, стратегию, сделали и решили этот вопрос. Точно так же, если твой все будет на месте, и все, друзья, и вернут, и сделают, и признают, вот, еще потом мы и сотрудничать будем. То есть это тоже, друзья, очень важный момент, когда еще и потом возникнет на государственном уровне сотрудничество с той же Литвой, потому что, в общем-то, ни население Литвы, ни люди Литвы, ни те, кто... В общем-то, у нас там есть серьезные друзья и партнеры, тот же мэр Шауляя и Сейм Шауляя, которые действительно относятся к нашему проекту очень серьезно и хотели развивать и помогать технологии. Но обстоятельства сложились так, что не все это удалось. Так вот, друзья, это вот очень важный момент, и я считаю, что сейчас поставлена очень такая жирная и очень хорошая точка во всем этом деле. Поэтому, когда где-либо кто-либо теперь будет произносить или говорить неправду, то можно просто открывать материалы Верховного суда Белоруссии, открывать протоколы, открывать заключения и, соответственно, ссылаясь на это, потому что я могу сказать, более профессионального судьи, а я очень много общался с судьями, я очень много видел судебных процессов, я могу сказать, что такого профессионального судьи я встречал редко, тем более который еще настолько скрупулезно изучает материалы дела и подходит к результатам. Поэтому это заслуженная сейчас победа, общая победа юридической службы, общая победа адвокатов, которые работали в нашей команде, общая победа команды Юницкого, которая показала, что да, мы можем отвечать, ну и, конечно, это личная победа Анатолия Юницкого, который отстоял, показал, и в свое время я могу сказать, что серьезность сегодня этого процесса заключалась в том, что в свое время эта же команда во главе с Узловым пытались и не то что доказать, а даже наказать Юницкого за произнесение слова «струнные технологии». Вот, поэтому вот верх вот этого цинизма сейчас остановлен, и дальше я могу сказать, что все будет развиваться только в юридическом русле, только в соответствии с законом. И сегодня мы показали, что можем это делать. Да, друзья, поэтому давайте на этом закончим этот вопрос. Еще один важный момент, который я уже поднял в водной части, это сейчас развитие событий, связанных с родом Хуком, вот, потому что ничего просто так не происходит, и тот цепь событий, который он запустил, взяв на себя ответственность тем, что стал выступать перед средствами массовой информации, дал ряд интервью, все это пошло развиваться уже как, ну, во-первых, была очень интересная реакция во всех остальных СМИ, даже в наших российских, в литовских, то есть мы отследили реакцию, там вытащили, и репортажи, там, многолетней давности, и оценки, и положительные, и отрицательные, вот, прошло сравнение, что сегодня крайне необходимо, это сравнение с альтернативными или с аналогичными технологиями, то есть пошло сравнение с Hyperloop, пошло сравнение с SkyTran, вот, то есть это тоже очень интересно, такой спровоцировал войну. Но основной момент, который очень важный сейчас, это то, что очень многие инвесторы, крупные инвесторы, которые именно инвестируют в угольные и в рудную металлургию, заинтересовались проектом и сегодня уже рассматривают условия по участии в проектах. И Ротхук уже активнейшим образом ведет переговоры и создает сегодня уже проекты, и как раз это показывает, что вот эта волна, которая пошла, она нарастает, она делает, и сегодня идут уже все больше и больше, соответственно, предложений интересных, которые есть. Поэтому это тоже очень важный момент, и мы тоже будем его постоянно показывать, с учетом того, что доработан сейчас и на сайте выложен уже бизнес-план по строительству экотехнопарка, и именно как эта система будет и капитализироваться, и приводить к серьезной сегодня доходности с точки зрения инвестиций. Это тоже все описано, сделано. Объем предполагаемых контрактов, которые сегодня постоянно, и как раз вы же понимаете, что все, что делает сейчас Ротхук, все инвесторы, которые приезжают, мы упоминаем уже ряд, группу инвесторов, которые изучают и смотрят, и вот уже, я говорю, были и в Марьиной горке ездили, смотрели, и уже управляющие компании совместно с серьезными партнерами, как на Востоке, так и на Западе сегодня прорабатываются. Это, друзья, все развитие событий и развитие проекта, которое сегодня активнейшим образом идет. И в сентябре, когда будет обсуждение и на Трансе, там будет и обсуждение Skyway, как части Транснета, и основы Транснета, которые являются шестым технологическим укладом, и уже сегодня ОТС, то есть система, которая выходит на уже околоземную орбиту, то есть это следующий шаг. И опять же, это может быть казалось, или может быть на этом сегодня, не надо было акцентировать внимание, но когда крупнейшие бизнесмены мира, когда сегодня крупнейшие футурологи начинают четко ставить этот вопрос, обсуждать это говорит о том, что время подошло, и никакая сила не может это остановить. В свое время Дмитрий Иванович Менделеев это применил к технологии именно нефтехимии, как являясь основоположником, и именно человеку, который объяснил периодическую систему элементов и заложил целую отрасль в направлении использования нефтехимии. Точно так же можно сегодня сказать, что Skyway остановить уже невозможно. Это процесс, который идет и сегодня. Мы видим уже доказательную базу, и я очень много уже общаюсь сегодня с технологами, со специалистами. Это не тема нашего сегодняшнего вебинара, но я даже по косвенным признакам вижу, что такие крупнейшие концерны, как Siemens, крупнейшие концерны, как Boeing, они сегодня заключили альянс и к 2020 году планируют показать новый концепт самолета на порядок экономичнее. Они не сказали, что они собираются делать, но исходя из технического анализа, скорее всего, они хотят делать электросамолет, то есть газотурбину, которая будет вырабатывать электричество на борту самолета, и за счет этого крутить электропропеллеры, то есть для того, чтобы перемещаться на порядок экономичнее. Более другой схемы сегодня в авиации применить невозможно. Ни ракетный, то есть двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель, ни турбореактивный двигатель, ни прошневой двигатель, он не может дать такой эффективности, как даст электросамолет. И это, друзья, как раз в направлении того, шаг в направлении того, что они движутся к электромобилю, то есть они электросамолеты. Но самое главное, что они приближаются к тому, что самое главное становится аэродинамикой. А это то, что мы уже ответили. И мы уже сделали этот шаг, и фактически скорость 500-600 км в час с такими затратами, это уже электросамолет. Это уже фактически сегодня то перемещение, которое есть. И здесь мы движемся просто не то, что на два, на три шага впереди, а мы просто лидерами являемся здесь. И то, что Юницкий предлагает, и ту аэродинамику, которую сегодня он получил при продувках вот в Санкт-Петербурге, она, конечно, меня как человека тоже когда-то вообще сталкивающийся с аэродинамикой и самолетостроением, я могу сказать, она меня просто шокировала, потому что она приблизилась вплотную к теоретически возможным, которую рассчитал Жуковский еще в конце XIX века, и благодаря которым расчетам полетела вся авиация, и братья Райцев дали аппарат тяжелее. Так вот, оказывается, сегодня у аппарата, который движется по земле, аэродинамика может быть близкая к идеальной, а то, что показал Юницкий, даже лучше, чем то, что рассчитал Жуковский. Это, конечно, очень сильно впечатляет, но это, друзья, разговоры как раз только для специалистов, и когда это все будет уже проанализировано, сделано, мы с вами, друзья, это обсудим, сделаем, смотрим, потому что это действительно очень серьезно, очень важно, но самое главное – это ответы на те вопросы, почему эта система настолько экономична, почему она такая дешевая, почему она такая опережающая и неконкурентная с тем, что сегодня есть, и это как раз все вопросы и все ответы лежат в той плоскости, как сегодня именно это уже большая наука. И эту большую науку, друзья, мы тоже делаем с вами вместе, естественно, во главе с конструкторским бюро, во главе с инженером Юницким, но сегодня это те результаты, которые подходят, делают, и мы сегодня все более и более себя уверенно чувствуем, и самое главное, что у нас, друзья, есть, на что не может ответить ни одна команда, которая занимается сегодня такого рода проектами. Это о том, что в этом году мы покажем действующие образцы, мы покажем прототипы, и мы готовы разрабатывать конкретные проекты с применением уже конкретной технологии. Никто другой сегодня этого сказать не может, даже Илон Маск, который заявил, Хайпер Лупи все равно сказал, раньше 2018 года даже прототипа он реально показать не сможет. Ну, друзья, на этом я сделаю, как всегда, небольшой перерыв, я передаю слово Алексею, вот он вам покажет и расскажет свой взгляд, свое представление о том, что мы сегодня делаем, ну и, как всегда, я в конце небольшую завершающую часть для того, чтобы нам с вами двигаться дальше. Алексей? Благодарю, Сергей Анатольевич, еще раз, кого видели, кого не видели. И это более такая расширенная версия вебинара, то есть здесь действительно мы стараемся погружать вас в мир Skyway. И самое главное, самое важное, и я рекомендовал бы вам на самом деле использовать вот эту концепцию при общении с независимо, зная человека Skyway, либо это только человек, который начинает развиваться в проекте, либо вообще не знаком с проектом. Говорите, пожалуйста, ему о том, что, каким будущее будет, то есть, каким он видит будущее после автомобиля, или что будет после автомобиля. И, как опыт показывает, на самом деле, дамы и господа, это очень цепляет людей, и, соответственно, именно на эту концепцию много людей могут прийти и заинтересоваться проектом Skyway. Ну а я в своей части хотел бы более подробно остановиться на теме, которая промелькнула в мировых СМИ, и Джефф Безос, это миллиардер, ныне глава и основатель холдинговой интернет-компании Amazon.com, а также основатель и владелец достаточно серьезной компании Blue Origin, то есть, подобную компанию именно по туристическому, по космическому туризму основал Ричард Брэнсон также, и также Джефф Безос, владелец издательского дома, то есть, крупнейших СМИ в Вашингтон-Пост. И этот человек заявил о том, что через 100 лет промышленность действительно выйдет в открытый космос, и Земля это наша лучшая планета, и, собственно, мы должны не просто колонизировать другие планеты и так далее, а очистить Землю от вредного производства и использовать ее по назначению именно как колыбель цивилизации, как еще говорил об этом Целковский. И, собственно, в течение нескольких сотен лет Джефф Безос, мы можем сказать, ошибся, раз в пять он ошибся, то есть с Анатолием Эдуардовичем Юницким, когда происходило общение, я задал вопрос, это одна из моих любимых тем на самом деле ОТС, и я думаю, что люди, которые участвуют в народном финансировании, смогут в будущем поучаствовать и в развитии общепланетарного транспортного средства. И я задал вопрос, очень простой, прямой вопрос, через сколько лет, по Вашему мнению, Анатолий Эдуардович, может действительно появиться при текущем стабильном финансировании, при развитии проекта, при том, что финансовых средств будет хватать, то есть нет финансовых никаких рисков, Анатолий Эдуардович сказал, что примерно 20 лет и вот это вот ожерелье вокруг Земли сможет быть сформировано. То есть Джефф Безос говорил именно про 100 лет, за 20 лет, то есть фактически в пять раз быстрее, чем спрогнозировал один из крупнейших бизнесменов, предпринимателей сегодняшнего времени, миллиардер и более того, я могу сказать, что компания Amazon.com это один из рекордсменов по капитализации, то есть в 94 году был основан интернет-магазин Amazon.com, в 97 году компания уже вышла на IPO и с 2000 года запустился компания, которая занимается запуском частных космических кораблей, это Blue Origin. И на самом деле вот эта концепция именно седьмого технологического уклада, как сформировал Анатолий Эдуардович Юницкий на конференции по неракетной индустриализации космоса еще в 88 году, в 88 году, вдумайтесь в это, дорогие друзья, это действительно очень рано для развития данной отрасли, потому что сейчас только подходит к этому человечеству и, Сергей Анатольевич, наберите в интернет макроэкономический прогноз сибиряков до 2030 года. Выйдет очень интересный документ, еще в 2000-х годах Сергей Анатольевич предсказал, что первый миллион тонн стали будет выплавлен на орбите американцами в 2030 году. И либо после этого, либо вообще после макроэкономического прогноза данного Сергей Анатольевича даже приглашали работать в агентство стратегических инициатив США, но, естественно, будучи патриотом и в первую очередь патриотом SkyWay Сергей Анатольевич отказался. И, дамы и господа, вот общепланетарное транспортное средство – это логика, концепция, который только в мыслях стал иметь, и не то что иметь, а озвучивать на широкую публику Джефф Безос. Анатолий Эдуардович Уницкий это все подкрепил технологически, и вы можете посмотреть это в замечательном монографии. Тот, кто является технарем, так скажем, можете посмотреть формулы, попересчитывать их, если у вас есть время и желание. Небесные струнные системы в космосе и на Земле, то есть, если не ошибаюсь, таким образом называется монография, она состоит из нескольких частей. Я имею целью ознакомиться со всей этой монографией, ну, собственно, всем, кто заинтересован в дальнейшем развитии и реализации, в первую очередь, в ваших мыслях ОТС, я думаю, что мы обязательно все это реализуем именно вместе, именно народом, рекомендую ознакомиться с этой монографией. И на самом деле, дамы и господа, создание именно геостационарной транспортной системы, не то что на геостационарной орбите будет она находиться, она будет находиться на высоте 300 км и расширяться менее чем на 1%. Но сотни миллионов тонн грузов может за один только полет, и я бы не назвал это полетом, за один рейс сможет перемещать общепланетарное транспортное средство. Я думаю, что пора и, собственно, время приближается к тому, потому что проект SkyWay настолько стремительно развивается, что на вводном технико-экономическом вебинаре также по техническим характеристикам, которые описаны и не скрываются в книге Юницкого «Небесные дороги» Анатолия Боровского, замечательного автора, и рекомендую к прочтению эту книгу. Все, кто заинтересован активным развитием SkyWay, вы просто погрузитесь в мир SkyWay, в историю SkyWay и начнете понимать, насколько масштабный путь уже был пройден. И на самом деле, дамы и господа, это сформирует не то, что очищение и фактически реинкарнацию на сегодняшний день. Никто не знает ситуацию, в которой находится сель глобальный химический эксперимент, как называет Анатолий Эдуардович Юницкий, то есть выделяется миллионами, десятками миллионов автомобилей и различных других транспортных средств, огромное количество CO2 и неизвестно, каким образом и когда плачевно, максимально плачевно для планеты это закончится. Но то, что в 2015 году заключили соглашение на конвенцию ООН, Парижское соглашение, это говорит о многом, на мой взгляд, дамы и господа, и то, что Джефф Безос именно говорит не только о популяризации космического туризма, а говорит вообще о выносе промышленности в открытый космос, также, собственно, говорит о многом. Потому что мир к этому подходит. Но если, как проект Венера, допустим, Жак Фреско, Жак Фреско идеологически и концептуально несколько именно иллюзорно и как именно фантаст, как именно человек, который не инженер, нарисовал концепции линейных городов, а Анатолий Эдуардович Юницкий за это получил два гранта ООН. За улучшение развития населенных пунктов, устойчивое развитие населенных пунктов с помощью струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сейчас скоро мои коллеги в Тюмени будут пообщаться с человеком, также, который заинтересован и продвигает сейчас концепцию развития моногородов. Но моногорода, на самом деле, это лишь составная часть линейных городов, дамы и господа, и как раз таки линейные города будут городами ближайшего будущего. Это то, что ожидает нас при активном развитии проекта SkyWay и, собственно, строительстве. Вначале это будет сотни тысяч километров, ну что говорить, вначале это будут десятки километров струнных дорог, потом очень быстро, собственно, начнется строительство первого миллиона километров дорог, и далее это будет просто расти в геометрической прогрессии, и, собственно, концепция линейных городов сформируется, и мы с вами сможем также жить в этих городах. Для кого-то покажется дальнейшего будущего, ну на самом деле при развитии струнной технологии, вот вы видите, то есть доминантные анкерные опоры, которые являются анкерными опорами, но на самом деле также являются и жилыми зданиями, и они являются именно такими станциями пересадочными, и линейные города могут быть совершенно различного типа, как шахматные, так и сферические, и так далее. Если, повторюсь, Жак Фреско это нарисовал, создал действительно мощное движение, которое было создано и подкрепляется сейчас технологически именно активистами Skyway, и многие люди, которые поверили в проект Венера, увидев инженерную основательность и отсутствие технологических рисков, сейчас присоединяются к проекту Skyway, то Анатолий Эдуардович не просто это рисует и визуализирует, он это все технически рассчитал, обосновал и доказал. И, собственно, одно из доказательств тому является, что экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации даже признал технологию Skyway. И таких фактов, дамы и господа, на самом деле очень-очень много. Мы неоднократно останавливались на расширенных технических вебинарах и делали связку Анатолия Эдуардовича Юницкого с Раймондом Курцвеллом. То, что Раймонд Курцвелл, технический директор Google, говорит, что, в принципе, будет сформирован на огромной мощности компьютер, который позволит огромное количество информации за секунды, за даже микросекунды перерабатывать. На самом деле, чем не гигантский такой разум, индустриальный разум, именно сети транспортных андроидов, сети юнибусов, юнибайков, которые фактически будут обладать интеллектом, то есть они будут обладать машинным зрением и, собственно, смогут определить, находится препятствие на путевой структуре или не находится, нужно остановиться или нет и многое-многое другое. Это, дамы и господа, предстоящая реальность, которую многие, очень многие желают скапитализировать и хотя бы принять участие в капитализации. Об этом, можно сказать, и переговоры с крупнейшими инвесторами, которые ведутся, Сергей Анатольевич не даст соврать, уже, собственно, более четырех месяцев. Но только эти переговоры могут послужить возможностью окончания финансирования, возможности именно финансирования в корневую технологию, но даже после закрытия возможности финансирования в корневую технологию, дамы и господа, нам будет с вами чем заниматься, потому что струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого порождает много ответвлений именно бизнес технологического кластера Skyway, порождает целый комплекс технологий SkyTech, и этим с вами, дамы и господа, дорогие друзья, коллеги, мы с вами будем и заниматься и далее. Собственно, это бизнес, который вы выстраиваете для себя, активы, которые вы выстраиваете фактически раз в жизни, раз и навсегда, и я считаю, что это действительно шанс раз в 100 лет, и глупо его не использовать. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Вот он только это не произнес, как всегда в конце, строй Skyway, спасай планету. И дальше как-то, Алексей, говоришь, дай путь в мир Транснету, поэтому я думаю, что это абсолютно правильный подход. И сейчас с точки зрения работы, вот как все устраивается, что, конечно, по поводу сроков, вот, 100 лет с Юницким, очень, ну, то есть разговоры были на эту тему, он все-таки отводит время от 30 до 50 лет. Вот, мы, конечно, с Алексеем уверены, что это будет раньше, вот, за что всегда нас ругают за то, что мы торопимся. Вот, но здесь, друзья, я могу сказать, что логика, которая выстраивается, она однозначная. То есть, пока не появился интернет, невозможно было запустить систему Транснет, Skyway. Сейчас запускается Skyway, это значит освоение новых территорий, это значит освоение новых месторождений, именно металлургических месторождений, те, которые будут отдавать железную руду и коксующийся уголь, как основа Транснета. Дальше появление возможности в обороте, в хозяйственном обороте. По сути дела, сегодня месторождения, которым не подведена струнная технология Транснет, они не включены в экономику. Они становятся включенными только тогда, когда подведут сеть. Это все равно, что вы имеете в руках смартфон. Вот у меня сегодня произошла очень страшная вещь, о которой я несколько раз вам уже говорил. У меня сегодня заблокировалась карта глючного, так сказать, как бы это. И я оказался сегодня без мобильной связи, без мобильного интернета и выключили свет, у меня еще проводной интернет пропал. Друзья, я могу сказать сейчас, это уже очень неприятные ощущения. Я понимаю, что я просто выключен из жизни. Вот. У меня нет никакой связи вообще. И когда буквально там меньше, чем за час до вебинара у меня восстановилась сначала мобильная интернет-связь, потом включился проводной связи, он один раз, правда, глюкнул. Вот. Но вопрос в чем, что вот этот аппарат, который не включен в сеть, он не представляет никакого интереса. Да, это может быть красивая коробочка, да, это может быть хороший экран, там может быть много фотографий, вот, там может быть еще что-то, так сказать. Но с точки зрения именно ценности включения в сети никакой. Вот точно так же и месторождение, друзья, сейчас лежит, допустим, очень ценное, хорошее месторождение, там Торское, куда в свое время упал метеорит, там ценнейшие цветные металлы, редкоземельные металлы. Но пока туда не приходит струна, пока туда не приходит струнная дорога, а больше никакой дороги по вечной мерзлоте пройти нельзя, соответственно, это месторождение сегодня никому не нужно. Оно сегодня не представляет никакой ценности с точки зрения экономики экономического оборота. Как только это появится, как только струна может прийти везде, значит, друзья, это будет новый уклад, новая экономика. И почему мы всегда уделяем огромное количество времени и внимания этому месторождению? Потому что редкоземельные металлы, которые будут накладываться на легированную сталь, то есть с помощью редких землок будет легироваться сталь, соответственно, это будет новое качество. Это значит, наша струна, наша дорога, она будет легче, прочнее, безопаснее, будут более-таки напряжения, потому что сегодня напряжение, которое планирует Антон Дуарович, это в пределах, там, ну, 500-600 тонн внутри рельса, а при легированных сталях и при использовании комбинированных материалов эти напряжения могут быть на порядке, ну, во всяком случае, в разы больше, соответственно, это значит, будет проще, дешевле, прочнее, вот, и это тоже, друзья, то, что будет облегать. Но самое главное, что строительство мировой сети транснета, то, что будет за интернетом, это другая энергетика, это другая связь, это без космических ретрансляторов сегодня весь интернет, который будет, то есть это фактически, как только интернет замкнется вокруг Земли, это значит, с этим произойдет еще одно очень важное событие, это значит, с учетом того, что с технической точки зрения, друзья, сейчас я говорю только про технику, это значит, как только замкнется сеть интернет, это значит, замкнется оптиковолоконная сеть вокруг Земли, это значит, со скоростью света вы можете передавать любой сигнал из любого места в любое место. И, соответственно, так как для передачи света фотоникой сегодня это новое направление, которое идет, это построение компьютеров, носителей, связи именно уже на фотонных носителях, не на электронных, а на фотонных, вот, передача на на фотоника, то, что сегодня делают, но для этого нет инфраструктуры. Сегодня Транснет создает эту инфраструктуру, соответственно, это транспортный, технологический, энергетический, информационный коммуникатор, и это как раз то, что радикально изменит состояние. И это, почему важно понимать, это периодичность смены укладов, что сменам за интернетом приходит Транснет. Транснет, развиваясь, замыкаясь, он создаст основу, чтобы строить уже сеть следующего поколения, это уже Спейснет, то есть это следующая сеть, это то, о чем как раз Алексей говорил, это то, что будет создавать уже сеть промышленности на орбите. Это необходимая вещь, друзья, то есть если вы думаете, что это какая-то прихоть или какая-то фантастика, нет, друзья, это естественный путь развития цивилизации, это естественный путь развития технологий, там, вспомните Константину Дарча Циолковского, который в начале века говорил, что человечество сделает сначала робкие шаги на Земле, потом очень осторожно перейдет в космос, потом двинется дальше, вот, соответственно, уже с околоземной орбиты, потому что это, прежде всего, друзья, это экология, то есть нам сегодня для того, чтобы получать новые материалы, стали и так далее, мы сжигаем кислород на Земле, мы выбрасываем СО, мы выбрасываем серу, выбрасываем тяжелые металлы, которыми потом сами же и дышим, то есть это та проблема, которую мы сами себе создаем, а так как человечество будет развиваться, расти и все больше, соответственно, именно по цивилизационному пути, то следующий момент, который нужен, это первое, чтобы мы не тратили углеводородное сырье для отопления жилья, чтобы мы не тратили углеводородное сырье для перемещения, то есть для транспорта, и это как раз и решает все новая энергетика, новая аккумуляторная энергетика, которая позволит накапливать большие количества и солнечной энергии, и ветровой энергии, энергии это достаточно, вот, а транснет и технология Skyway, она позволит, соответственно, именно еще и перемещаться на восстанавливаемых источниках, и следующий этап, это создание следующей системы, которая будет все вредное производство, которым мы сегодня, а это, друзья, это в основном металлургия, промышленность, ну, имеется в виду металлургия и нефтехимия, которая сегодня требует синтеза, требует сжигания кислорода, требует, соответственно, то, что ухудшает экологию, это надо будет все поднять над землей, а, соответственно, в стратосферу или за стратосферу, то есть на геостационарную орбиту, а на земле останется очень уютное, хорошее для проживания место, где места хватит всем, урожайности хватит всем, потому что тот дом, в котором вы будете жить, по струнным технологиям построенный, он будет обеспечивать полностью продуктами питания, соответственно, система быстрого перемещения позволит распределять на большие расстояния огромное количество людей, поэтому еще раз, когда вот эти вот так называемые футурологи или там сейчас их уже даже не футурологами назвать, а вот этими пугалками, страшилками там начинают говорить о том, что нас ждет очень тяжелое будущее, неинтересное будущее, что неизбежные мировые войны, потому что это ограничивает рост населения, это, друзья, все большая глупость, потому что вся история развития показала, что все проблемы убирают только развитие цивилизации, и технологические проблемы, они снимают те сложности, которые, вспомните про лошади, когда говорили, что Лондон задолкнется в навозе, теперь Лондон задыхается в пробках, вот, а на завтра, друзья, я могу сказать, что технология, которая вводится сегодня инженерной школой Анатолия Ильиницкого, она изменит и решит эти вопросы, и пойдем дальше, будем двигаться дальше, как вы видите, у нас даже на общее, скажем так, уже планетарном сети Транснет, дело не останавливается, наши, мы уже стремятся дальше, есть уже что обсуждать и с Эланом Маском, который хочет летать на Марс на своих ракетах, вот ради бога, мы ему выведем площадки стартовые на орбиту, а он пускай летит на Марс, у нас сегодня есть союзники, которые уже собираются выводить промышленность, для того, чтобы сегодня не сжигать кислород и не гадить ту планету, на которой мы с вами живем, а технология позволяет сегодня это сделать, и почему, друзья, мы это обсуждаем сейчас, почему это нельзя было обсуждать какое-то время назад, потому что еще даже 2-3 года назад тема космической системы, на ней была тема табу, ее нельзя было произносить, хотя Юницкий, мы вам показывали в фильме, в 88-м году уже проводил конференции, и это известно еще раньше, когда он издал первые монографии, то есть это не секрет Пали Шинеля, который сегодня никому не известен, это известно давно, но обсуждение именно с технологической точки зрения, обсуждение именно как футурологию, то есть как дальнейшее развитие цивилизации, это стало возможным только сегодня, потому что очень серьезные умы к этому подошли, это и Безис, и Элон Маск, и тут только что произносили и писали в чатах Жан Фреско, вот, кстати, я могу сказать, что Жан Фреско, как бы то ни было, косвенно сыграл очень серьезную роль в развитии Скайвея, в развитии технологии, потому что на его конференции познакомился ряд круг людей, которые потом предложили Анатолию Юницкому именно запустить народное финансирование и именно краудинвестинг, и после первой конференции, которую проводила Ирина Волкова и Лариса Артамонова в Санкт-Петербурге, произошла эта встреча, и поэтому я могу сказать, что это единственный, наверное, результат от приезда Жан Фреско в Санкт-Петербург и в Россию, из-за того, что зародилась мысль, и она была реализована, поэтому я могу сказать, нам уже есть за что сказать спасибо Жану Фреско. Мы, конечно, друзья, развиваемся дальше, мы делаем дальше, мы строим, мы строим компании, строим технологии, запускаем проекты, и это сегодня уже очень серьезные, такие ощутимые результаты. И как один результат, один из серьезных подходов к тому, что все делают, это в краудинвестинговой системе, мы уже об этом говорили, друзья, просто вы должны это понимать, еще раз я это проговорю, почему происходит смена дисконтов, и почему сегодня в 23.45 будет закрыт дисконт очередной, очень высокий, то есть это не значит, что привлекательность проекта будет решаться, это говорит о том, что, друзья, мы отстроили систему, которая сегодня становится интересной и ценной, и благодаря тому, что сегодня 70 тысяч инвесторов, которые сегодня инвестируют в проект, они заинтересованы в том, и мы даем такое право, именно с точки зрения привлечения и интереса, чтобы максимальные премии, венчурные премии, которые были до этого и сейчас, они сохранились, и поэтому мы предложили систему планирования, чтобы каждый из вас для себя определился, какой может длинную рассрочку он может снять, сколько ежемесячно он может инвестировать, потому что эти три месяца, друзья, они самые важные для проекта, потому что в сентябре это выставка в Германии, и на ТЭК, в октябре это уже серьезная презентация, и соответственно, исходя из этого, резко возрастают затраты на инженерные работы, на монтажные работы, сейчас уже и научные идут очень много испытаний, соответственно, исходя из этого, мы предложили вам, как уже активным акционерам, уже как активным инвесторам для себя спланировать, посмотреть и выбрать наиболее подходящую для вас форму сотрудничества с компанией, и чем более вы убеждены, чем большим суммой вы можете рисковать, соответственно, тем больше предлагается вам дисконт, и тем больше предлагается венчурная премия. По-моему, друзья, это абсолютно закономерно, это абсолютно правильно, но это не значит, друзья, что неинтересно будут приходить новичкам или те, кто только узнал, пришел, то, конечно, у них не будет сегодня таких премий, но, друзья, таких премий, как сегодня, там, вам даже вы не можете представить о том, что было год, два, три, там, десять лет назад, это тоже, друзья, закономерно, потому что проект развивается, он становится более обозримым, поэтому снижается сегодня ценность тех инвестиций, которые мы привлекаем. Но, тем не менее, даже те дисконты, которые остаются в виде венчурных премий, друзья, это все равно очень серьезное поощрение, это очень серьезное вознаграждение для тех, кто будет и сейчас входить, и даже через, там, три месяца входить, потому что дисконты будут к этому времени еще довольно-таки серьезно снижаться, вот, а после демонстрации и с учетом появления уже именно инвестиционных фондов, естественно, что следующая наша логика, чтобы они выходили уже в номинал, а потом будем ожидать уже следующего роста. Поэтому для тех, кто определился и для себя, соответственно, принял решение, друзья, у вас есть еще до сегодня времени, до конца дня, вот, если кто-то еще думает изучать, значит, друзья, изучайте, смотрите, и как вы примете решение, конечно, потом будет несколько, обидно неправильно слово, а несколько досадно, вот, мне там говорят, что вот, когда у вас там были дисконты два года назад, там, и к двум тысячам были, и к полутора тысячам, я говорю, друзья, тогда, когда у нас были такие дисконты, не было того, что есть у вас сегодня и то, что вы можете показать. Поэтому это тоже абсолютно закономерная реакция, когда будут заказы ездить и в Марьино Горко работать, друзья, тогда ни о каких таких премиях уже просто не может быть и речи, потому что все, кому надо, уже будут знать, приходить, для себя принимать решения, и венчурная стадия будет, мы не скажем, что венчурная стадия даже на этом этапе уйдет, потому что, к сожалению, есть много факторов, которые находятся помимо технологии. Как раз с точки зрения технологии наш проект сейчас не лежит в венчурном направлении, потому что технологически решены все вопросы, и Юницкий это уже демонстрировал не раз, и сейчас просто на более четвертом уровне, уже даже там 4 плюс поколения технологий, которые будет сейчас продемонстрировано. А вот факторы, которые будут дальше возникать, которые будут увеличивать риск, мы будем уменьшать риск с точки зрения технологичности, но, друзья, нас ожидает, серьезная конкуренция, это будет увеличивать риск, и мы, соответственно, будем с этим бороться. Будет желание отнять, это тоже сейчас нет желания отнять у определенных деятелей, потому что нечего отнимать. Как только возникнет сам предмет, ее мы, значит, соответственно, будут стараться отнимать. Мы тоже к этому будем готовиться, и это, друзья, не вызывает у нас никаких опасений, это нормальное развитие проекта, снижаются одни риски, увеличиваются другие риски, потом мы их будем снимать, будут появляться третьи риски и так далее. Это, друзья, развитие любого крупного проекта, но в чем я нисколько не сомневаюсь. Я могу сказать, что, друзья, мы это сделаем, потому что тот этап, который мы сейчас с вами проходим, он очень важный. И 99,9 в периоде людей, с кем я лично общался и говорил по проекту, они не верили, что мы пройдем этот этап. Сегодня мы вышли на демонстрации, показы, переговоры, все. Кто-то не верит, что мы выйдем на уже демонстрацию технологии, это как раз, друзья, пройдет и так. Кто-то не верит потом, что мы не сможем договориться или не сможем решать с конкурентами, которые будут вставать в этот пути и встанут какие-нибудь мировые корпорации, олигархи, мировое правительство и все это самое. Нет, друзья, все риски будут убраны, все задачи будут решаться, но по мере их поступления, по мере того, как будет развиваться проект. Поэтому, друзья, в этом плане я могу сказать, что все проблемы, все риски, которые будут вставать, мы все преодолеем. И здесь очень интересный такой подход, что Юницкий, как инженер, сконструировал сначала техническую систему, потом он сконструировал финансовую систему, которая тоже работает. Сейчас уже зарождается и работает третья система, которая ориентирована уже на фонды, на крупную. Дальше, соответственно, будет разработана и внедрена следующая уже более система управления, которая позволит проекту развиваться. И здесь я могу сказать, друзья, у меня сомнений на этот предмет нет. Так, ну что, по дисконтам, Алексей, я, наверное, более развернуто еще никогда про него так не говорил и не объяснял, почему сегодня очень важный процесс для компании. Что, ну, опять же, так как он завершается уже в последние часы по развитию проекта, то это уже просто для тех, кто, наверное, как всегда в последний вагон или в последнюю дверь пытается вскочить. Я думаю, что все для себя уже давно определились, кто хотел в этом участвовать. Была неделя продления, потому что, ну, технически служба не справлялась с таким наплывом и с таким количеством желающих одновременно войти. То есть у нас даже сервисный центр наш этот полетел там на прошлой неделе тоже были определенные сложности. Но это все, друзья, проблемы развития и преодолеем, сделаем, починим, запустим. Вот. Ну все, друзья, на этом давайте я с вами прощаюсь. Те вопросы, которые мы хотели с Алексеем довести, мы вам рассказали. У нас следующий вебинар в 19-20 часов. Вот. Я постараюсь на нем быть, потому что технически у у меня есть определенные сложности именно в это время участвовать в вебинаре. Если нет, то я, во всяком случае, смогу включиться с мобильного на какое-то время. Вот. Ну, в крайнем случае, Алексей, вот, так как сейчас он ведет и делает, это уже вполне профессионально. Я могу сказать, что я с большим удовольствием сам слушаю сейчас его вебинары. Иногда даже для себя ловлю очень многие вещи новые, которые не сразу акцентируются там при получении даже какой-то информации. Поэтому, друзья, те, кто следит за проектом, я вам рекомендую ходить на наши встречи, на наши вебинары. То есть мы всегда пытаемся сказать и дать что-то новое. Мы всегда акцентируем внимание на том, что сегодня самое главное в проекте. Вот. Ну и, соответственно, расширяйте свое участие в проекте Skyway. Все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok